Проверка микрорайона Мамайка началась с пересечения улиц Полтавская и Крымская. И сразу мэр делает замечания ответственным за улицам сотрудникам. И без того невзрачный забор обклеен объявлениями. Листовки о продаже квартир от застройщика и прочие предложения облюбили и фонарные столбы. И это несмотря на то, что есть специальная доска для объявлений, которую в ущерб городу игнорируют и предприниматели, и частные лица. У фасадов домов мусор от магазинов, заросший склон. С просьбами и предложениями к мэру обратились местные жители. Их беспокоит, что контейнерную площадку напротив дома используют коммерсанты, а также вывоз мусора ночью. Анатолий Пахомов отметил, в связи с наплывом отдыхающих, САХ вынужден перейти на круглосуточную работу в четыре смены, чтобы контейнерные площадки были чистыми. В целом же в городе начата работа по переносу мусорных баков на территории собственников. В таком случае жители смогут сами согласовывать и график вывоза отходов. Будете сами приобретать и ставить где хотите во дворе, но на улицах ставить не будем. А машины в какое время будут? А это вы сами как вы заключите договор, чтобы вы понимали, либо мусор будет вонять у вас целыми днями, и вы можете не вывозить, либо договариваетесь, это спецавтохозяйство, есть еще 17 организаций, с которыми вы заключите договор, и они будут как вам удобно так вывозить. Подобная практика уже используется во многих городах, теперь к этому пришел и Сочи. Изменение правил вывоза ТБО позволит избавиться от разбросанного по улице мусора и улучшить санитарную обстановку. Позаботиться о чистоте Анатолий Пахомов рекомендует и арендаторам пляжа «Фазотрон». Мусорные урны стоят через каждые 50 метров, а должны быть через каждые 15-20 метров. Но главная проблема – сбор денег за изначально бесплатные пляжные услуги. Это не мелочи, когда люди приезжают к нам и сталкиваются с проблемой, что душ платный должен быть или туалет платный. Это просто ни в коем случае не должно быть, особенно в понятии гостеприимства. И они нам наносят огромный урон. Вот если мы скажем по другим пляжным территориям, то это просто уже исключено. Качество эксплуатации этой пляжной территории мэра не устраивает. Жажда наживы предпринимателя вредит имиджу курорта. Сейчас ведутся судебные разбирательства по расторжению с этим предпринимателем договора аренды, без права участвовать в конкурсе на следующий год. Комфортный отдых местных жителей и положительные отзывы отдыхающих – это важная составляющая развития курорта.